Ежегодно в декабре в России отмечается День спасателя. По этому случаю в стране, а в частности в Каспийске, проходят тематические мероприятия для детей. В этом году по поручению главы города Бориса Гонцова, представители Управления по делам ГОИЧС, Образование и Общественные палаты организовали интересную и познавательную экскурсию для детей погибших участников специальной военной операции. Первой локацией стал Центр традиционной культуры народов России. Ребята с интересом рассматривали экспозиции, а также провели мини-фотосессию возле национальной атрибутики. Далее группа отправилась в пожарную часть, где специалисты рассказали детям о своей работе, а также провели небольшой мастер-класс по экипировке при пожаре. Это я вам сейчас покажу, что вам будут делать. Я на себя делаю. Это когда у вас заходит, видите, задымленное помещение, когда невозможно дышать. Ребята знакомили и с единой дежурно-диспетчерской службой 112. Главный специалист по связям с общественностью и СМИ Управления по делам ГОИЧС Каспийска Азуфия Багаудинова представила юным гостям сотрудников и рассказала о специфике их работы. Поступают звонки со всей республики, то есть не только Каспийск, но и с любого уголка нашей республики. Звонки приходят на 112. Вы уже в пожарной части слышали, какой номер самый главный? 112. 112, правильно. 112 у нас все звонки здесь. Вы можете познакомиться с работой наших диспетчеров. От главы города и начальника управления Арсена Велиева детям погибших участников СВО вручили подарки, а также организовали обед и развлекательную программу в детском клубе.